Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналым. 4 октября текущего года в Кыргызстане пройдут очередные выборы в парламент. Около 30 партий изъявили желание участвовать, но только 14 из них прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день политические партии определили состав своих списков, а также внесли залоговые суммы. Говоря о списках партий, следует отметить, что на этот раз партии уделяют больше внимания молодежи. Кто они? Новые лица выборов 2015. Аида Космалиева – одна из молодых кандидатов в списке от партии СДПК. По профессии журналист многие годы работала в таких международных медиаслужбах, как «Азатэк», «Свободная Европа», IWPR. Имеет достаточно глубокое представление о последних значимых изменениях в политической системе страны. В свое время сама проводила журналистические расследования на тему молодежи и политики. Была продюсером молодежной программы «Азатэк Плюс», которая послужила своеобразной платформой для набирающей силы в то время политиков среди молодого поколения. Она сама хорошо понимает, как политики используют во время выборных кампаний молодежь. Какие препятствия существуют в смене политической элиты. Несмотря на это, Космалиева приняла предложение СДПК идти вместе на выборы. Со временем установления в нашей стране парламентаризма предстоящие выборы вторые, и оно имеет большое значение. Парламентская система у нас должна сформироваться правильно, в парламент должны прийти сильные партии. Только в этом случае в Кыргызстане будет установлена сильная политическая система. Во-вторых, именно в этом году я замечаю, что хотя и немного, но все же смена политической элиты. Старшее поколение уходит, и на смену приходит молодое поколение, и оно с перспективой. В списках многих партий вижу молодых кандидатов из сферы бизнеса, гражданского общества, которые имеют хороший ум, знают много языков, могут работать. Если парламент придет в такое поколение, молодежь, то для страны это будет положительным явлением. В-третьих, тот опыт, который я накопила, хотела бы применить в своей работе в парламенте. Те проблемы, которые хотела бы решить, будет возможность решать путем принятия соответствующих законов. Необходимо отметить, что партия власти СДПК, в списке которой она идет на парламентские выборы, стоит в первых рядах. Среди партий, кто омолодил состав, приложил усилия для того, чтобы обновить свои ряды. В действительности, формирование списка полицовет партии приложило много усилий, чтобы привлечь на свою сторону электорат. Это, в свою очередь, привело к определенному конфликту. К примеру, молодежное крыло той же СДПК после проведения съезда политической организации сделало заявление, что она осталась за бортом. В списке партий оказалось много лиц извне. На странице молодежного крыла, открытого в одном из социальных сетей, отмечается следующее. Нас огорчает, что Ренат Самудинов, руководитель молодежного крыла СДПК, оказался в последних рядах списка. Это не похвала в его адрес, но можно по достоинству оценить его работу. Поместив его в последние ряды в списке СДПК, партия затронула достоинство молодежи, которая была в его рядах. Теперь она потеряла веру в партию. Заявление такого содержания висит с 25 августа текущего года. Ренат Самудинов, о ком идет речь, стоит в 77-м списке СДПК. Это решение съезда, а также политсовета партии, которая готовила решение до съезда. Вначале о том, что я в первой десятке списков, было опубликовано даже в средствах массовой информации. Потом по каким-то причинам я был отодвинут. Но я, как человек, уважающий решение съезда партии и его внутренних институтов, согласен с принятыми решениями. То ли это решение съезда было. Во всяком случае, мы должны подчиниться принятому решению. И наша функция заключается в том, чтобы депутаты, которые придут в парламент, работали эффективно. Ответил Ренат. Также необходимо отметить, что в списке молодежи в партии СДПК в десятке состоит известный журналист, который, работая журналистом на радио Азатык, стал пресс-секретарем президента Кыргызстана. Но в обществе есть мнение, что ставшим известным журналист в настоящее время является орудием в руках власти. Журналист Кудрет Тайчабаров, который внимательно следил за съездами политических партий, успел проанализировать их списки. По его мнению, инициатива о том, что хотят привлечь молодежь в политику, носит лишь формальный характер. В списках партии среди молодежи мало кто вошел в первую десятку, и есть причины, почему они вошли. Например, в списке СДПК на седьмом месте идет Жанар Акаев. Президент же до этого говорил, что будем делать упор на молодежь. Поэтому для того, чтобы партия власти получила авторитет в Оржской области, привлекли Жанара Акаева. Он, как орудие политики, согласился на это. А в списке партий от Амеккен в первой десятке среди молодежи есть Джо Март Сапарбаев и дочь Турусбека Мамашева. Джо Март Сапарбаев является родным своей ком Текебаева, поэтому там он оказался как родственник Нурбека Текебаева. В списке партия Республика на шестом месте стоит 27-летний молодой человек. Он является сыном спиртзавода Джекшен в городе Балакчи. Сын богатого человека. Сам он тоже работал в аэропорту. Из-за кода в списки попали дети богатых людей. Заключил он. Народные волнения, которые имели место в Кыргызстане в марте 2005 года и в апреле 2010, показали, что молодежь является основной силой общества. Несмотря на то, что часто звучали такие лозунги, как «К власти будем привлекать молодежь, будем формировать новую элиту Кыргызстана, молодежь с новыми взглядами должна идти во власть». Как только политические силы достигали своих целей, приходили к власти, тут же забывали о молодежи и с ними не считались. Но были искусственные попытки привлечения молодежи к власти. В 2007 году были внесены изменения в закон о выборах в Чугур-Кукиниш Кыргызской республике, в котором была принята норма о том, что в списках партий не менее 15% должна составлять молодежь до 35 лет. В результате было обусловлено, что хотя бы немного молодежи придут в парламент. Но на самом деле, для того, чтобы молодежь, как новая сила, новая команда, могла бы прийти на политическую арену, в стране нет реальных законов и не созданы реальные условия. Исполнительный директор Кафми, член полицовета партии «Реформа» Мирсулдян Намазалы, говорит о том, что пока в парламент не придет молодого поколения политиков, невозможно в стране проводить какие-либо значимые реформы. «Главное, я вижу, сейчас есть молодые политики, и они сейчас в списках разных политических партий. С другой стороны, стоит вопрос, как те же умные молодые политики проявят себя в работе в парламенте. Насколько они смогут работать в парламенте? Это на самом деле большой вопрос. Несколько молодых депутатов, например, Ширина Айтматова, Жомар Сапарбаев, были избранные депутаты на прошлых выборах. Но какие результаты они смогли показать в своей работе? Насколько они эффективно работали? Для меня это большой вопрос». Аналитики отмечают новые особенности выборов 2015 года. Политолог, докторант университета Васеда в Японии Сейте Качхамбаев отмечает, что на этот раз молодежь не смогла объединиться как единая сила и стала примыкать в качестве дизайна компонента к существующим партиям старшего поколения или к новым партиям. «Например, если смотреть с точки зрения идеологической, то считающиеся прогрессивными, получившие название партии тех, кто получил образование в Турции, к примеру, справедливый Кыргызстан, реформа, либеральная партия Кыргызстана, а зная, что на этот раз не смогут пойти на выборы как единая сила и в определенной степени, руководствуясь прагматическим подходом, идут на выборы, разделившись, договариваясь с властными партиями и провластными. Незапятнанные молодые и успешные люди поняли, что они могут в настоящий момент выйти на политическую арену как самостоятельная сила, не договорившись с властью. В результате они вынуждены присоединиться к существующим партиям, а там уже, возможно, если будут соответствующие условия, могут объединиться, создать новую силу. У них, может быть, есть планы в будущем привлечь молодежь и превратиться в большую силу. Рассказал он. В действительности, в преддверии парламентских выборов 2015 мы наблюдаем объединение ряда партий. Среди тех, кто подал заявление об участии на парламентских выборах, партия Томикен, состоявшая в правящей коалиции, объявила, что будет сотрудничать с молодежным оппозиционным движением «Новые поколения». Оппозиционная партия «Республика» от Аджурт объявила об объединении с партией либеральной молодежи «Реформа». Напомним, что партия «Реформа», которая состоит из числа молодежи, была образована в 2008 году и делает упор на либеральную молодежь. В 2012 году она участвовала в городских выборах и заняла 8 место. А объединившееся с партией от Амике молодежное движение «Новое поколение» в настоящее время находится в оппозиции к власти. Члены движения известны тем, что систематически критикуют негативные действия власти и открыто объявляют об этом. По мнению политолога, внесение в соответствии с изменениями в законе о выборах залоговой суммы для участия в парламентских выборах также оказало негативное действие на самостоятельное участие молодежи предстоящих. Напомним, что согласно изменениям в законе, в этом году залоговая сумма была повышена с 1 миллиона сома до 5 миллионов. В пересчете на доллары это составляет около 80 тысяч долларов США. Эксперты отмечают, что для молодых партий большой вопрос найти такие суммы не только для внесения в виде залога, но и для введения в выборные кампании. В то же время в Кыргызстане очень часто поднимается вопрос о смене политической элиты как в рядах оппозиции, так и в государственных структурах. Вызывает недовольствие, но тем не менее одни и те же лица среди старых политиков продолжают бороться за лидерство. Материал подготовила специально для IWPR Элеонора Сагандык-Кызы. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Атаналы. Услышимся.